Всем привет! Меня зовут Максим Щербаков, вы на канале Интерью Школьника. И сегодня у нас будет выпуск про зрение и офтальмологию. Для этого я приехал в клинику здорового зрения. Ссылка на ее сайт и инстаграм будет в описании. Вот расскажите, как много людей страдают проблемами со зрением? Ну, достаточно много людей. Проблемы со зрением бывают разные. Очень много молодежи с проблемами миопии, близорукости, когда он плохо виден вдаль. Есть также дальнозоркость, то есть тоже часть людей этой проблемой страдает. И достаточно много других заболеваний именно глазных, которые приводят к ухудшению зрения. Поэтому, ну, процентов, ну, наверное, ну, точно не могу, конечно, сказать, но достаточно большой процент. Проблемы со зрением страдает большинство людей, потому что в наш такой тяжелый век уже вошли плотно разные гаджеты, компьютеры, машины, которые нужно водить. Очень много зрительных задач, которые нужно решать на близком и среднем расстоянии. Поэтому, если проверить население, ну, наверное, это будет 80 процентов. По данным, конечно, исследований и отечественных авторов, и зарубежных составляет немного меньше, там где-то около 70 процентов населения с патологией зрения. Но если придираться к тому, что зрительная усталость, например, при нормальном зрении является тоже патологией, то процент тех людей, которые страдают патологией зрения и глаз, значительно больше, чем заявлено. То есть технический прогресс, он как бы негативно повлиял на наше здоровье? Да, я думаю, к сожалению, это так. Вот почему в последнее время появилась такая тенденция ухудшения зрения? Ну, тенденция связана с тем, что возросла нагрузка на глаза именно при работе вблизи, увеличилось количество общений наших детей, молодежи с различными гаджетами. То есть это естественно, что мы никак не можем от этого оградить, это наша жизнь, да? Но это тоже достаточно сильно влияет на ухудшение зрения в общем у детей, у подростков, у взрослых даже. И, соответственно, меньше стали проводить времени на улице, меньше гулять, больше нагрузка именно вблизи. Вот кто-то говорит то, что влияние телефона на глаза – это миф. Кто-то это отрицает. Это миф или не миф? Нет, это не миф, потому что, соответственно, в телефоне мы смотрим достаточно мелкий экран, напряжение на глаза идет достаточно сильное. Поэтому, соответственно, если у нас есть выбор по размерам экрана, если, например, телефон и планшет сравним, естественно, лучше выбрать планшет с большим экраном. Если там планшет либо компьютер, лучше компьютер. Потому что мелкий экран, мелкие детали, когда мы рассматриваем, естественно, это влияет очень сильно на аккомодацию, то есть она усиливается, напряжение усиливается, и, соответственно, зрение может падать тоже. Какие еще факторы влияют на ухудшение зрения? На ухудшение зрения влияют, конечно, и болезни, например, простудные, различные болезни общие. Также вредные привычки, как работа с теми же гаджетами, например, в тяжелых зрительных условиях. Ну, не секрет, что молодые люди, дети очень любят читать в темноте телефоны, планшеты. И это, конечно, очень негативно влияет на зрение. И если не возникает какая-то патология, или выявляется, например, своя патология, которая раньше компенсировалась, ну, например, астигматизм в небольшой степени компенсировался хрусталиковыми мышцами, хрусталик так подстраивался, что компенсировал астигматизм роговичный, то при больших нагрузках выявляется вот эта патология. Или возникает близорукость у людей, и даже не только у детей и подростков, но уже молодых людей, например, после 25 лет, что является необычным. Ну, раньше было необычным, а теперь уже таким стандартным явлением. Ну, то есть когда мы в любой ситуации, когда мы напрягаем глаз, наше зрение может ухудшиться. Да, ну, то есть если мы не даем ему отдых, да, то есть мы, если напрягаем, это естественное состояние, вот, но надо по возможности чередовать нагрузку и отдавать глазу отдыхать, то есть хотя бы иногда смотреть вдаль. Как понять, что пора идти к офтальмологу? Ну, когда вы заметили, что ваши глаза устоят быстрее, когда вы не очень хорошо видите вдаль, либо вблизи, вот, если у вас есть какие-то аллергические проявления, да, то есть глаза чешутся, какие-то выделения с глаз появляются, тогда нужно, конечно, обращаться к офтальмологу. А вот если у меня ребенок, то как понять, что его пора вести к врачу? Ну, он тоже начинает либо разглядывать, ближе подходить к тому же телевизору, ближе подносить какие-то тексты, либо какие-то картинки к глазам, начинает тереть глаза, начинает как бы не очень хорошо себя чувствовать, да, и вы, ну, как бы больше беспокойства появляется. Вот, поэтому, соответственно, тоже нужно обратить на это внимание. Дети в большинстве случаев начинают просто тереть глазки, вот, или, когда плохо видят, соответственно, напрягать их, щуриться, вот, либо подходить ближе, если это маленький прям ребенок. Если более взрослый ребенок, он уже сам может понять, что видит он не очень хорошо, и, соответственно, он вам об этом скажет. К офтальмологу надо идти тогда, когда еще заболевания нет. То есть, если даже все хорошо с глазами, нужно обязательно показываться раз в год. Ну, как обычный техосмотр проходят техника, так врачи разных специальностей осматривают человека, и таким образом человек проходит диспансеризацию. То есть, болезни лучше предотвратить, чем потом лечить. Поэтому, если, ну, вот, как нужен, если мой совет как врача-офтальмолога, то я так скажу, если даже нет никаких проявлений или каких-то генетических предрасположенностей, каких-то жалоб, все равно надо профилактические зрения проверять раз в год. А если есть патология, то и чаще. Давайте с вами сейчас определим три самые распространенные проблемы со зрением. Ну, самая распространенная на данный момент – это, конечно, миопия, то есть это близорукость. Это когда человек плохо видит вдаль, но при этом хорошо видит вблизи. Ну, дальше, если мы передвинемся в более старший возраст, достаточно распространенная проблема – это катаракта, катаракта, глаукома. Но мы в большинстве случаев занимаемся все-таки миопией. А третья – подумать сейчас. Ну, достаточно распространенная, в меньшей степени, конечно, чем миопия – это дальнозуркость. Тоже она бывает у взрослых. У взрослых – это проблема пресс-биопия, когда взрослый человек хуже с возрастом начинает видеть вблизи. Это тоже достаточно часто проявляется, ну, практически у всех взрослых. У детей тоже бывает дальнозоркость, и детишки, в принципе, рождаются дальнозоркими, но у кого-то это к 7-8 годам, к 6-7 годам уже переходит в нормальное зрение, то есть уходит эта дальнозоркость. У кого-то нет, но здесь много причин, много таких моментов, но дальнозоркость тоже является одной из причин обращения. Вот назовите три самые распространенные проблемы со зрением на данный момент. Ну, во-первых, это то, что мы с чем сталкиваемся очень часто – это близорукость. Проблемы именно со зрением, я говорю о рефракции, о коррекции, потому что среди болезней, например, очень распространена глукома, катаракта, поэтому люди старшего возраста должны обязательно проверяться чаще даже и при установленном таком диагнозе или подозрении, проверять давление внутриглазное два раза в год. Что касается такой вот работы нашей клиники, потому что мы специализируемся на сложной коррекции зрения, то здесь я отмечу близорукость, это астигматизм, ну и хочу также подчеркнуть, что дальнозоркость, как мы ее в обиходе называем, а правильнее называть гиперметропия, тоже стала достаточно частой патологией, и такие детки нуждаются, особенно дети, нуждаются в очень тщательном внимании. Очень много таких детей с гиперметропией, с небольшим гиперметропическим астигматизмом приходят в нашу клинику просто для контрольного осмотра, потому что они щурятся, потому что у них болит голова, и невропатолог послал в нашу клинику, потому что они плохо успевают в школе, и когда им назначаешь очки или контактные линзы, которые корректируют их гиперметропию, то есть это фактически короткий глаз за торможение развития рефракции, то дети очень начинают хорошо и учиться в школе, снимаются различные тяжелые диагнозы, неврологические, психика приходит в норму, сон нормализуется. Просто о близорукости очень много кто говорит, конечно, близорукость – это просто эпидемия на сегодняшний день, но надо не забывать и дальнозоркости, вот о гиперметропии, и, конечно, о стигматизме. Теперь давайте поговорим отдельно про каждую. Вот какие существуют эффективные методы борьбы с миопией сейчас? Ну, сейчас все у нас не стоит на месте, наша наука развивается, и существует несколько методов именно борьбы с близорукостью, с миопией, но наша задача, как бы мы, конечно, не можем ее излечить, да, и, как бы, чтобы человек, ну, пришел к хорошему зрению, вот, но мы можем немножечко приостановить рост близорукости, вот, у детей, у подростков в основном прогрессирование идет в более таком, ну, вот, детском, детском, любом, денежеском возрасте, вот, и основная, как бы, основной момент, на что мы можем обратить, это немножечко приостановить рост глаза, то есть, соответственно, приостановить нашу близорукость, чтобы она не прогрессировала очень быстро, вот, и существует несколько методов борьбы, это, соответственно, есть мягкие контактные линзы, которые мы носим в течение дня, есть очки, очки со специальными линзами очковыми, которые тоже не дают нашему глазу сильно нарасти дальше, это перифокальные, есть сейчас появились очковые линзы Miat Smart, вот, то есть различные фирмы предлагают различные решения, вот, ну, также я уже говорила про мягкие контактные линзы, это линзы с периферическим дефокусом, которые, ну, формируют на глазном дне такую картиночку, которая не дает нашему глазу сильно расти дальше, да, то есть вот такой вот момент, и есть еще вариант с ночных линз, то есть эти линзы, которые надеваются на ночь, в них мы спим, утром просыпаясь снимаем линзы, и весь день ходим, видим хорошо, то есть смеем хорошее зрение, но, помимо того, что они дают хорошее зрение, они еще из ткани самой роговицы, из эпители, из самого наружного слоя, также формируют такую картинку, да, на самой роговице, которая проецируется на глазное дно, не дает нашему глазу сильно расти дальше, да, то есть три варианта у нас есть для борьбы именно с близорукостью. В более старшем возрасте, когда наши дети уже вырастают, уже мы получаем стабилизацию роста глаза, мы не видим быстрого роста, когда вот он уже стабилизировался, уже больший выбор, мы можем носить обычные контактные линзы, можем носить обычные очки, либо сделать лазерную операцию, да, рефрукционную операцию и уже иметь хорошее зрение. То есть при близорукости зрение можно восстановить полностью? Восстановить полностью хирургическим путем, да, но близорукость – это не просто, там, например, толстое стекло, и то, что мы видим не очень хорошо, это рост глаза в основном, да, увеличение переднего и заднего размера. Вот, и, соответственно, уменьшить глаз мы не можем, то есть полностью излечить близорукость мы не можем. То есть все вот эти вот методы, они как бы либо временные, либо операция делается, да, но тоже длину глаза она не уменьшает. То есть близорукость остается, но просто она коррегирована вот таким вот образом. Какой метод на вашей практике стал самым эффективным? Ну, наиболее эффективным, ну, вот я считаю, что это ночные линзы, это ортокератология, вот, но есть пациенты, которым противопоказан этот метод, да, есть определенные противопоказания, когда мы не можем подбирать такие линзы, достаточно хорошо себя зарекомендовали мягкие контактные линзы с периферическим дофокусом. Если попроще, что такое ортокер... Ортокератология. Да. Это что? И как это устроено? Это способ лечения и коррекции близорукости. На сегодняшний день один из самых эффективных. По разным данным, вот по данным, например, наших русских исследователей под руководством вот Института Гемогольца, профессора Таруте, эффективность данного метода коррекции достигает 80-90%. То есть не только коррекция, но и профилактика патологического роста глаза. Раньше, ну, может быть, лет 15 назад очень были частые операции склеропластики, как бы подшивание склеры, укрепление ее. Сейчас же назначают ночные линзы. Ну, носятся они ночью, то есть во время сна ребенка. Они формируют на роговице такой эффект, который предотвращает рост глаза. То есть центральную зону стопроцентное зрение обеспечивает. А по периферии образуется такое колечко, бараночка, плюсовая рефракция, где формируется скопление эпителиальных клеток, которые не дают лучам по периферии и достигать сетчатки. Потому что глаз круглый, и чтобы лучи не пересекали сетчатку на периферии при полной коррекции, делают вот такой вот метод лечения. Раньше пытались сделать, например, бифокальные очки, сферы призматические. Но на сегодняшний день, поскольку формируется единая такая система глаза, потому что здесь ребенок не зависит от того, одел он, например, днем очки или контактные линзы, или, например, там смотрит как-то косо или прямо. Тут эта система формируется именно на роговице. Врач-ортокератолог, но в нашей клинике это не Ярошенна, вот сейфула, она четко рассчитывает индивидуально для роговицы и поверхности глаза конкретного ребенка эту контактную линзу так, чтобы воздействие было стопроцентным и эффективным. И в то же время, чтобы эта линза не касалась роговицы при сне, то есть только слезная пленка между роговицей и линзой. И таким образом предотвращает от различных осложнений, например, от эрозии роговицы. Поэтому вот этот метод, но, наверное, в параллели с ортодонтическим лечением, когда одевают брекеты на зубы и выравнивают таким образом прикус, мы, офтальмологи, используем ортокератологию. Мы одеваем на роговицу линзу, которая таким образом ее формирует, чтобы не было патологического роста глаза. Останавливаем рост глаза таким образом. А при каких показателях нельзя носить ночные линзы? Ночные линзы – это форма роговицы, это отлучина роговицы, то есть есть определенные сочетания показаний. Это высокая миопия, экстремальная миопия, когда мы не можем справиться. Но все очень индивидуально, мы должны оценивать в комплексе все показатели. Также достаточно хорошо зарекомендовали себя и очки, но на более слабых степенях миопии. При начале миопии достаточно хорошо справляются и специальные очки со специальными линзами. Вы вторым назвали катаракту. Как лечить ее? Ну, лечение катаракты – это все-таки хирургическое лечение, здесь именно операция. Вообще катаракты – это вот что такое? Это такое страшное слово? Да, да, и достаточно часто оно звучит. Но это помутнение хрусталика. То есть у всех у нас с возрастом хрусталик становится более плотным, и, соответственно, у кого-то это может перерасти в катаракту. То есть это именно уплотнение масс хрусталиковых и их помутнение. А хирургическим путем эти, получается, массы их удаляют? Да, то есть это удаляют свой хрусталик и вставляют искусственный хрусталик. А какие самые эффективные методы лечения уже близоруковой дальнозоркости? Дальнозоркости? Ну, при дальнозоркости самые эффективные методы лечения – это также контактные линзы. Ну, несмотря на то, что все-таки мягкие контактные линзы, они немножко уменьшают изображение на сетчатке, в отличие, например, от близоруких людей, которые одевают контактные линзы, и вау, видят все прекрасные и крупные картинки становятся, потому что очковые линзы немножко уменьшают изображение на сетчатке. Гиперметроп, одевая контактные линзы, он видит небольшое уменьшение. И чем больше гиперметропия, тем больше уменьшение на сетчатке изображения. И первое время ему кажется, что он не очень хорошо видит. Но когда он смотрит, сколько он видит на таблице, по остроте зрения, по контрастности изображения, четкость зрения, она на самом деле гораздо лучше. И поэтому контактные линзы, создавая единый оптический прибор глаза человека, для гиперметропов тоже, наверное, предмет первого выбора. И я считаю, самый лучший. На сегодняшний день также научились делать орто-кератологическое воздействие на роговицу. Но это воздействие небольшое, то есть при небольших значениях гиперметропии. И не так устойчиво, как у миопов. И не так эффективно. Также гиперметропы с удовольствием носят очки, потому что при гиперметропии глаз человека все время находится в напряжении. Он не видит ни вдаль, ни вблизь, в отличие от близорукового человека, который видит близко хорошо, а далеко плохо. Поэтому, наверное, это контактные линзы. А вот дальнозоркость можно лазерной коррекцией убрать или нет? Можно, да. И дальнозоркость, и астигматизм различные виды, и миопические астигматизмы, гиперметропические смешанные. То есть, в принципе, тоже операция делается по этому поводу. Что тогда у лазерной коррекции нельзя убрать? Ну, какие-то другие заболевания, которые не связаны. Ну, у лазерной коррекции тоже есть определенные ограничения. Тоже не всякая миопия может подвергаться. То есть, ну, не при всякой миопии мы можем хорошо справиться. Опять-таки, толщина роговицы имеет значение, да, степень миопии. То есть, не всякая миопия может быть подвержена, так скажем, этому воздействию. А как лечить астигматизм? Ну, астигматизм делится на несколько видов. И вот... А вообще, что такое астигматизм? Что такое астигматизм? Как бы, если с близорукостью или надзорукостью понятно, то это уже что-нибудь... Астигматизм – это такое, да, интересное понятие, которое некоторым не под силу представить себя. Когда говоришь диагноз астигматизм, например, некоторые родители или дети, например, пугаются очень. А что это такое? Это на самом деле чаще всего врожденная несверичность либо роговицы, либо хрусталика, либо даже бывает и других сред глаз, например, стекловидного тела, самой сетчатки, которая прилежит к склере. И формируется это также несверичностью глазной впадины, где, собственно говоря, находится глаз. Вот. И часто бывает, что астигматизм... Очень много людей, которые имеют астигматизм, вот эту несверичность, когда в одном меридиане одна рефракция, преломление одно, а в другом меридиане другая рефракция, другое преломление. Маленький астигматизм, он встречается практически у 90% населения. И, наверное, очень легко представить, что астигматизм, если сравнить, например, мяч для регби или, например, арбуз круглый, с мячом футбольным, да, и с дыней, торпедой. Вот если дыня торпеда лежит на столе, мы видим, что у нее в одной плоскости она плоский, радиус кривизны достаточно плоский, а в другом достаточно крутой. То есть она не круглая, она вытянутая, как такой эллипс. То же самое происходит, например, с роговицей. Строение глаза таково, что роговичка немножко в одном меридиане вытянутая, а в другом приплюснутая. Или другие среды глаза. И вот этот астигматизм, рефракционная ошибка, он компенсируется напряжением хрусталиковых мышц. То есть хрусталик у молодых это проще, и хрусталик более жидкий. Он легко меняет свою кривизну. Мышцы напряглись, в определенных меридианах. И поменяли его кривизну так, что он компенсировал, например, кривизну роговицы. Если же астигматизм достаточно высокий, или нагрузки на глаза очень высокие, как я уже сказала, читают в темноте, очень много с компьютерами, с гаджетами. Я часто вижу детишек, которые уже где-то им год-два, только они там ложку научились держать, им уже дают планшет, и они там уже лучше нас все понимают. И вот эти нагрузки излишние, даже детские хрусталики, они напрягают так, и мышцы, и сам хрусталик, что он уже истощает свои возможности и не может, к сожалению, компенсировать астигматику. И тогда астигматизм выявляется. Но это мы говорим про большинство населения, когда вроде бы астигматизм 0,5-0,75 диоптрий, он же ранее считался когда-то много лет назад вообще физиологическим, и никто его не корректировал. Но не было такой нагрузки на глаза. А сейчас это уже астигматизм, который подлежит очковой коррекции или контактными линзами. Потому что на сетчатку, благодаря астигматизму, падает нечеткое изображение. Если, например, при миопии, когда мы ставим линзу или стекло очковое, или при гиперметропии ставим линзу или стекло очковое, и таким образом добиваемся четкого изображения на центральной ямке сетчатки, то если есть астигматизм, там уже будет не точка, а такое размытое пятно. И если мы не дадим сферическую линзу и еще дополним торической линзой или, например, астигматическим компонентом, то таким образом мы не сможем вот это пятно размытое, которое или пересекает сетчатку, или находится перед сетчаткой в случае близорукости, или за сетчаткой в случае дальнозоркости, то это пятно, даже если мы сферу поставим нормальную, оно все равно будет размытое. И человеку приходится прищуриваться, присматриваться. Астигматики очень часто вот так вот наклоняют голову и смотрят искоса. Вот они приходят, когда в кабинет, и я уже чувствую, что у этого пациента есть астигматизм, потому что он наклоняет голову, он смотрит из-под лобья или вот так вот щурится, как-то один глаз подворачивает голову. Естественно, портится осанка, портится даже психика у детей и даже у взрослых. И я всегда вспоминаю моей коллеге опыт. Она когда своей знакомой, ну, своей тоже вот подруге дала контактные линзы, астигматические, вот, а подруга у нее работала бухгалтером. И была очень-очень жесткая женщина. А потом, когда она делала контактные линзы со стигматизмом, у нее даже изменился характер. И когда ей на работе там сказали, что, ну, вот, вы такая жесткая женщина, вы там, а вы говорите, что с вами произошло? Она говорит, это просто раньше я была такая вот несчастная, вот стерва, а сейчас я просто все вижу, у меня просто все хорошо. Вот такой вот смешной, интересный случай. А вот как врач выбирает очки? Очки? Ну, во-первых, мы проверяем остроту зрения без всякой коррекции. Потом у нас есть очень хороший помощник, это авторев-кератометр, да, когда мы измеряем приблизительные данные, которые нам уже аппарат показывает, какой у человека плюс, минус, что у него есть, да. И потом мы обязательно проводим тесты, обязательно, ну, с помощью стекла, с помощью пробного набора мы уже подбираем непосредственно очки. Здесь существует достаточно много тестов, чтобы правильно подобрать очки, чтобы не слишком сильные сделать, не слишком слабые сделать, чтобы человеку было комфортно, удобно. Чем подбор очков отличается от подбора линз? Ну, очки – это у нас бесконтактный метод коррекции, да, то есть мы надеваем очки, они практически не касаются наших глаз. Вот, линза контактная – это, соответственно, то, что мы вставляем непосредственно в глаз, да. И здесь тоже очень важно, чтобы линза соответствовала поверхности роговицы, поверхности глаза, чтобы она не передавливала глаз, да, не была слишком свободной, чтобы полностью соответствовала. Поэтому здесь более тщательно необходим подбор, вот, проводятся тоже дополнительные измерения, и мы примеряем обычно пробную линзу, если это мягкая, либо если это жесткая линза, да, то есть достаточно такой длительный подбор, вот, чтобы линза максимально соответствовала. Какие традиционные методы помогают? Традиционные методы при близорукости? Лечение. Ну, вообще, при любых заболеваниях и проблемах со зрением? Ну, любые традиционные методы, например, зарядка, например, самомассаж, прогулки на свежем воздухе. Даже если это ребенок маленький, например, мы как профилактику близорукости советуем с ребенком гулять в дневное время, чтобы он не в помещении находился, да, не в закрытом, а смотрел в пространство, где-то полтора-два часа в день. Это очень важно для профилактики гласных болезней. Также, ну, как для тела нам нужна гимнастика, фитнес, растяжки, также нужна гимнастика и для глаз. И поэтому, если человек долго сидит и занимается зрительным трудом, с компьютером, с гаджетами, просто читает, пишет что-то, даже телевизор смотрит, ему надо обязательно каждые 40-45 минут, а может быть и чаще, если близорукость высокая, делать перерывы и делать простые упражнения. Это ничего сложного. Они включают в себя моргание, как бы зажимание глаз, да, и самомассаж. Самомассаж также затылочной области, шеи, плеч. Просто встать, размяться. Ну, я не знаю, как профессор Слонимский, он советует сделать 20 приседаний, в конце концов. Вот. И просто расслабиться, чтобы не было спазмов мускулатуры, головы, шеи, плеч, и улучшилось кровообращение. Также это водные процедуры, это питьевой режим даже. Ну, это обычные традиционные методы, которые помогают здоровье в целом сохранить. Это, конечно, прием витаминов и полноценное питание. Что касается детей с близорукостью, они обязательно должны в свой рацион включать, ну, родители должны таким детям в рацион включать рыбу, молочные продукты, потому что, например, кальций не усваивается без фосфора. Фосфор без кальция, поэтому питание должно быть полноценным. Плюс включение любых витаминных продуктов, сезонных, овощей, фруктов обязательно. Черника, препараты черники, потому что столько черники не съешь, сколько есть в одной таблетке, улучшает состояние сетчатки. Также все препараты, которые содержат лютеин, как взрослым, так и детям, они полезны. Какие помогают традиционные методы лечения? Традиционные при миопии? Вообще при всех заболеваниях глаз. При всех заболеваниях? Вот что нужно? Что именно из традиционных методов? Морковь нужно есть? Морковь есть. Нет, это, конечно, все не повредит, это хорошо, но, естественно, мы в первую очередь должны дать коррекцию человеку. То есть должны откорректировать. Дальше, естественно, общие, общие укрепляющие какие-то моменты, это все, конечно, положительно сказывается, но это не первоочередное. То есть первоочередное – это коррекция, это правильно все подобрать. А вот какие методы не помогают, является мифом? Какие методы не помогают? Ну, я бы здесь так сказала. У нас очень часто есть прием таких детей, которые долго-долго лечились на аппаратах, делали гимнастику для глаз, но не носили очков или контактных линз. То есть они, когда у них обнаружили близорукость, например, минус один, стали делать гимнастику, стали заниматься по Норбекову, там засветы делать на солнце глаз. Различные методы есть, народная медицина. Но при этом не был измерен передний-задний отрезок глаза, то есть, ну, то, что называется биометрией биометрией или УЗИ глаза хотя бы сделать и сравнить с возрастными нормами. Если у ребенка уже начинает расти глаз больше нормы, то таким образом надо, конечно, применять методы коррекции. Орт-киротология, там, дефокусные контактные линзы. И поэтому я бы назвала самым главным, самым таким вредным мифом, когда не назначается никакая коррекция всем близоруким детям, при выявлении близорукости назначается просто гимнастика. Иногда при расширении зрачка близорукий ребенок, например, минус один, минус полтора, у него превращается вдруг в гиперметропа. То есть у него рефракция плюс один, плюс полтора, а ему назначаются минусовые очки. Да еще просто очки, коррекирующие без дефокусного компонента. Например, не перифокалы. Вот тогда ситуация только усугубляется, либо ребенок еще больше в спазм аккомодации уходит, либо у него развивается уже истинная близорукость. Поэтому очень важно полностью пройти офтальмологический осмотр, получить полный диагноз. Если это близорукость, то померить глаз, посмотреть широким зрачком рефракцию, а потом уже на следующем приеме с узким зрачком решить. Это будут очки, какие контактные линзы, какие ночные или дневные. Поэтому упражнения просто и образ жизни без необходимой коррекции я назову самым вредным мифом. Какие самые странные методы самолечения использовали ваши пациенты? О, какие только методы самолечения не используем. Но самый яркий пример, я вспоминаю всегда свою практику у Юрия Захаровича Роземблюма. Это мой научный руководитель, профессор Роземблюм. Когда я училась у него в аспирантуре, писала диссертацию, то у нас был очень интересный случай. На подготовке пациентов к профессору была одна пожилая женщина, у нее была начальная катаракта, у нее с сетчаткой были проблемы. Ей уже достаточно много было лет. И нельзя было ничего уже сделать. И очки мы ей подбирали, и разные аппараты, увеличительные лупы, телескопические. В общем, ничего не помогало. Были только определенные у нее 4-5 строчек, и все. Она видела о своих очках. И тогда она на следующем приеме приходит и говорит, «Ой, Юрий Захарович, знаете, я вот тут вычитала, и при таком моем заболевании надо настой из дождевых червей разводить в нескольких пропорциях и капать 4-5 раз в день. И это нужно сделать 3 месяца, тогда острота зрения повысится». Я вот теперь знаю этот способ. Я думала, что сейчас Юрий Захарович скажет ей, «Ой, нет, вы что эти черви?» А он так повернулся, улыбнулся, как-то такая у него очаровательная улыбка была. Он такой, «Ну, помогает она, всем помогала, я буду капать». «Ну, и капайте». Мы, конечно, возмутились, но когда она через полгода пришла, у нее на строчку каждый глаз видел больше, мы говорим, «Как так?» Ну, Юрий Захарович говорит, «Ну, главное, пациент верит в то, что он, значит, помогает. Главное, что у нее есть очки, которые мы подобрали, у нее есть все приборы, которые мы ей дали, там, лупы для чтения, для домашнего. Мы от себя сделали все, что угодно. Если она разводит там этих червей в физрастворе, и этот раствор никак не повредит ее глазам, значит, пусть капает». Поэтому я иногда тоже, вот вспоминая этот случай, я, конечно, пациентам говорю, что, ну, если вы, например, ну, там, я не знаю, едите каждый раз, там, допустим, там, две порции красной рыбы и одну порцию, там, белой рыбы, и считается, что это очень хорошо для глаз, но при этом вы носите очки, контактные линзы, капаете в глаза то, что я вам назначила. Прекрасно. И вот сам метод самовнушения какой-то вот, да, или там, допустим, сделать там 20 отжиманий. Прекрасно. Ну, ради бога, отжимайтесь, и зрение улучшится, потому что оно улучшится от кровообращения, когда вы просто оторветесь от компьютера. Отожмитесь, делайте приседания, просто самомассаж. Но при этом нельзя отказываться от тех средств коррекции и от тех лекарственных препаратов, которые назначил врач. Что самое сложное в работе офтальмолога? Самое сложное? Ну, сложно сказать. Для меня, в принципе, эта работа является любимой, и как бы все, что я делаю, я как бы делаю, ну, как бы с радостью, и таких каких-то вот прям очень сложных моментов бывают, конечно, да, когда, ну, какие-то моменты, когда сложно донести до пациента, он тяжело воспринимает информацию, да, до родителя, мы обязательно должны иметь обратную связь с нашими пациентами, чтобы они при возникновении каких-либо проблем всегда могли к нам обратиться, и чтобы не стеснялись, чтобы могли общаться с нами, потому что при ношении тех же ночных линз мы обязательно должны быть на связи с пациентом, потому что линза жесткая, она меняет форму роговицы, она может повлиять на сам глаз, да, при определенных моментах, вот, поэтому обязательно должны быть на связи, вот как-то вот достучаться до родителя, чтобы они могли в любой момент с нами связаться, вот, и не стеснялись. Ну, как бы что-то сказать, что для меня прям таким сложным, не знаю, не могу сказать. Ну, наверное, самое сложное, как в работе и каждого врача, это все-таки, ну, участвовать в жизни пациента, но не переносить это все на себя и не перегорать на работе. Вот я бы, наверное, вот это вот назвала самым сложным, потому что, когда выбираешь профессию врача изначально, ты уже понимаешь, что ты будешь жить жизнями других людей. Ты будешь помогать, ты будешь заботиться, ты будешь ночами не спать и вычитывать какие-то статьи или заметки, общаться с коллегами. Иной раз мы в чатах просто проводим полночи, выясняя какой-нибудь клинический пример и находя решение. И вот, зная о том, что ты будешь служить людям, надо обязательно как-то себе ставить все-таки рамки и делать свой режим дня таким, чтобы ты мог помочь людям, прежде всего помогаясь, ну, прежде всего, да, перед этим помочь себе, чтобы ты мог быть энергичен и имел запас здоровья, чтобы нести вот это добро, вот это свое знание, которое ты накопил и накапливаешь всю жизнь людям. Я думаю, что это касается не только офтальмологов, а вообще врачей, которые выбрали свою специальность по призванию и которые не только работают, но и живут своей профессией. Вот я думаю, что самое трудное просто не сгореть на работе. Какой у вас главный страх какого врача? Главный страх? Ну, наверное, не получить желаемого результата. Вот это, наверное, да, что при всех усилиях, когда редко, конечно, но бывает, что все равно та же самая миопия прогрессирует, да, достаточно активно. Вот страх как бы такой, наверное. Мой страх как врача? Ну, мой страх самый главный, как врача, наверное, что-то сделать не так. Почувствовать, что недостаточны мои знания или я не знаю, куда направить человека, когда я не могу ничего сделать. И это часто бывает, ну, когда глаз-то маленький, а мы все такие специалисты очень узкие, потому что, вот, например, наша клиника, она специализируется на коррекции зрения. Клиник вот доктора Столяренко, куда мы отправляем часто на операции, они специализируются на операциях по сетчатке. Ну, вот, по, например, там лазерным методам коррекции мы там в доктор Визус направляем. Они специализируются, там докторы есть, которые очень хорошо делают лазерные операции. Ну, глаз маленький как бы, да, а нас очень много всяких. И вот не знать, кому направить и не знать, что предпринять в данном случае, вот это вот самый главный страх.